Крымский референдум 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 Второе. Бюджет. Всем прекрасно ждаем, что положение в экономике сложное. Дмитрий Медведев назвал его кисляк. Геополитическая ситуация тоже будет непростой. В этой связи предлагаю принять принципиальное политическое решение. Если предстоит секвестр или иное сокращение расходов, не должно коснуться людей с инвалидностью. Позиция третья. Пенсионная реформа. Как вы помните, Дума приняла решение об увеличении минимального стажа, необходимого для назначения пенсии с 5 до 15 лет. За некоторым исключением для здоровых людей это нормально. Для людей с инвалидностью нет. Доля работающих инвалидов резко сократилась по сравнению с советскими временами. Поэтому большинство инвалидов не работают не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Негде. При этом государственная и асоциальная пенсия у них окажется много ниже, чем могла бы быть трудовая пенсия. Призываю исправить пенсионный закон, пока он еще не вступил в силу. Четвертое. Рабочие места. С 2015 года для предприятий, которые используют труд инвалидов, увеличиваются тарифы отчислений в пенсионные и другие небюджетные фонды с 27 до 30%. Вместе с тем растет налоговая нагрузка на предприятия. Сочетание. Это приведет к закрытию таких предприятий и потере рабочих мест. Призываю, как минимум, произнексировать субсидии предприятиям инвалидов на покрытие увеличенной налоговой нагрузки. Иначе нам придется потом создавать новые рабочие места. А сохранить их легче. Пятое. Образование. В новом законе о образовании в Российской Федерации коррекционные учебные заведения исчезли как отдельный тип. Как мы и предупреждали, это приводит к их значительному сокращению. Детей помещают в обычные школы, но создать специальные условия забывают. Это не инклюзия, это профанация инклюзии. Призываю, соответственно, поддержать законопроект депутатов Государственной Думы, который предполагает право выбора родителей. Где учиться их детям? В коррекционной или в обычной школе? Кстати, Министерство образования и науки попыталось исправить ситуацию письмом от 7 июня, но исправлять письмами законы очень трудно. Уважаемые коллеги, в конце прошлого года, вручая традиционную награду Паралимпийского комитета России Михалине Лысовой, ныне трехкратной паралимпийской чемпионки, я говорил о том, что обычно мы, люди с инвалидностью, боремся за равные возможности. Но бывают отдельные исключения, когда за равные возможности и результаты приходится бороться со здоровым. Самый яркий пример – Олимпийские и Паралимпийские игры. Представьте себе, что всем людям с инвалидностью на каждом рабочем месте будут созданы условия, хотя бы отчасти напоминающие те, которые государство обеспечило для паралимпийцев. Ведь тогда мы во много раз увеличим вклад людей с инвалидностью в экономику и развитие человеческого потенциала нашей страны. А человеческий потенциал – главное условие модернизации в 21 веке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова